Хочу поблагодарить организаторов за это приглашение, за эту возможность оказаться здесь в Ереване. Действительно, в непростое время и с точки зрения санитарной эпидемиологической ситуации, и с точки зрения политической ситуации. И я рад, что сегодня состоится предметный разговор на достаточно актуальную тему. И я рад этой возможности быть здесь. Когда я уже начал слушать первые выступления в ходе нашего сегодняшнего круглого стола, мне вспомнилась оценка известного итальянского историка и философа Бенедето Крочи, который говорил о том, что история в не меньшей степени ставит проблемы сегодняшней эпохи, чем той, к которой она адресуется и той, которую изучают. Действительно, сегодня мы наблюдаем серьезную реконфигурацию в Закавказье и на Южном Кавказе. Мы видим изменения в статус-кло, которая вызвана была Второй Карабахской войной в прошлом году. Мы видим возросшую роль Турции на Кавказе. Мы видим такую, если можно сказать, ориентализацию Кавказской повестки дня. Нагорно-Карабахский конфликт из такого достаточно типичного постсоветского противостояния превращается в нечто похожее, я не ставлю здесь на крайнество, я говорю в нечто похожее на то, что существует в Сирии. И если в экономике есть понятие связанных кредитов, то в геополитике понятие связанных конфликтов. И многое из того, что происходит в Карабахе, влияет на то, что происходит в Иглии и наоборот. Мы видим такой вот российско-турецкий кондоминиум, который вызывает очень разные реакции и разные оценки. И в этой связи возникает, конечно, большой соблазн найти в прошлом какие-то паттерны, которые нам объяснят, подскажут настоящее будущее, найти параллели. И мы видим огромное количество людей, которые эти параллели ищут. Но я воспользуюсь таким пасом, если говорить футбольным языком, Рубена Карленовича, который был адресован. И все-таки попытаюсь перевести разговор в профессиональное пространство, а не в том, чтобы мы политизировали, осовременивали события прошлого времени. Мой коллега и товарищ Модест Колеров как-то в одной из публикаций, говоря о событиях 20-30-х годов, говорил, надо вернуть те события тому времени. Вот мне кажется, что настало сегодня время, прошу прощения за тавтологию, вернуть их той эпохи, а не судить о событиях 1921 или 1920 года с позицией 2021 года и 2020. Несколько тезисов, поскольку это круглый стол, а не классическое конференционное выступление. Первый тезис, с которым мне хотелось бы поспорить, я понимаю, что будут вопросы, и готов к полемике жесткой и серьезной. Мне кажется, что друзья и союзники должны это время от времени делать, потому что дипломатия и политология тостов это не самый лучший способ. Мы можем друг другу наговорить замечательные комплименты, а при этом будут копиться какие-то элементы раздражения, недовольства, которые прорвутся рано или поздно. Лучше давать выход подобного рода двойственностям, непониманию или диспропорциям оценок. Про диспропорцию оценок хочу сказать особо. То, как московский договор воспринимают в Армении, медиа, научное сообщество, политическое сообщество и в России, это совершенно, как говорят в известном анекдоте, две большие разницы. Даже специалисты в России, в общем-то, не слишком активно это комментируют. Это несопоставимые вещи по степени воздействия влияния на широкую массовую культуру, на нарратив не академический, а то, что мы называем широким таким историческим нарративом, исторической политикой, если угодно, политикой памяти. В политике памяти России и Армении московский договор занимает разные места, и это важно понимать, когда мы разговариваем друг с другом, иначе мы просто не услышим друг друга. Это важно. Я, значит, уже анонсировал первый спорный тезис, который, наверное, вызовет полемику. Мне кажется, совершенно неприемлемо говорить о московском договоре 1921 года, как сделке великих держав. Ну, какие великие державы? Напомню на тот момент, что в Турции существовало реально два центра силы. Один в Стамбуле во главе с Мехмедом VI, в Ахидаддином, поддерживаем западными державами. Другой в Анкаре. Революционный Кемалийский центр, в общем-то, не признанный, в том числе, ведущими державами Антанты в то время. Германия проиграла, была унижена после, так сказать, Версальского мирного договора, а Британия и Франция делали ставку на султана до последнего. Султан ушел в отставку только в 1922 году, а Республика Турецкая провозглашена в 1923. Я напомню также тот момент, что шла война с Грецией. Мы называем это греко-турецкой войной, но в турецкой историографии, в турецком нарративе это называют революционной войной. Да? Войной за независимость или революционной войной. Ее иначе воспринимают там, это важный момент. Россия. Ведь только осенью 1920 года завершилась гражданская война. И Ленин не воспринимался на тот момент даже как единственный центр силы в России. 1921 год полыхают крестьянские восстания в Тамбове. Крупные, так сказать, как говорят некоторые исследователи, такие как Теодор Шанин, да, крупные последние крестьянские войны современного мира. Еще на Дальнем Востоке идет борьба с интервентами и белогвардейцами. Еще лихие эскадроны приамурских партизан, так сказать, не прошлись по всем тучкам. Какие же это великие державы? Это то, что в литературе называют наши заокеанские партнеры Rock States, страны-изгои, которые ищут друг друга, которые пытаются легитимизировать свои революции, свои представления и так далее и тому подобное. Говорить о том, что это великие державы или это некий аналог пакта Молотова-Риббентропа, как мне кажется, некорректно. Это очень важно понимать. Да, действительно, можно говорить об определенных элементах цинизма. Но, во-первых, мы должны, говоря о московском договоре, уйти немножко, сейчас скажу вещь совершенно ужасную, провокативную, но честно, да, от определенного армяноцентризма. Ведь среди тех, кто потерял от московского договора не только Армения, да, Сурмалинский уезд, Карские области и так далее, Артвин. В Грузии, например, Артвин считают, собственно, грузинской территорией, поезжайте в Батуми, да, 20 минут до Артвина, это воспринимают, ну, как утерянную землю, как Сурмалинский уезд с Араратом, да, это вот некая, так сказать, важнейшая национальная травма, которая была в то время сделана. Естественно, мы можем говорить и об элементах цинизма, и об элементах романтизма. С одной стороны, турецкое национальное государство хочет сбросить, отряхнуть прах империи, сбросить вот это то, что называется элемент архаики отсталости и найти в такой динамичной большевистской державе ситуативного союзника. Почему нет? Большевики, как академик Сафрастян совершенно справедливо сказал, пытаются в исламе найти некую революционную силу. Это вообще была очень популярная идея. Посмотрим, скажем, на советские практики, я их изучал в контексте Северного Кавказа. Шариатские нормы вполне благословлялись на Северном Кавказе. Эти вещи разрешались, это воспринималось как некая революционизирующая религия, свет с Востока. Да, можно вспомнить и песни, да, что под Британией до Индии сияла родина моя, да. То есть обращение к Центральной Азии, обращение к Востоку, как к некоему региону, который подарит борьбу в, так сказать, светоч, в борьбе, в противостоянии с мировым империализмом и так далее и тому подобное. Там много было идеализма, там было много и цинизма, и там было то, что называлось политикой искусства возможного. Давайте вот эту максимум не забывать, потому что, к сожалению, очень часто и в прошлом, и в настоящем, мы рассматриваем политическую ситуацию, как, извините меня, хотелку, или, как говорят более цивилизованно, wishful thinking. Нам так хочется, да, мало ли что хочется. Мне хочется быть красивым и молодым, но мне скоро 50, и я не буду красивым и молодым, как бы я себя не позиционировал, да. Есть другое мнение совершенно. Поэтому хотеть мы можем что угодно, есть реалии, с которыми нужно считаться. Еще один важный момент, когда мы говорим о Московском договоре и затем последующем Карском договоре, это тоже острая тема в контексте кавказских стран. Мы должны понимать, что они ведь появились не ниоткуда. Это же не просто так вот произошло. Была проигранная в 1920 году война, был Александропольский договор. Большевизация, она пришла тоже не из Москвы, как вот сейчас стали после 1991 года показывать. Вот это большевики, русские, пришли, они принесли что-то, а все страны Армения, Грузия, Азербайджан были совершенно от этого свободны. А Нариманов был кто? Он был вооруженцем Смоленска, а Сталин родился в Курске, а Шалмян и Мясникян родились в Ростове-на-Дону, ну да, Ростов-на-Дону, там Нахичевань, неудачный пример привел, в Санкт-Петербурге и где-то в Царицыне. Мы понимаем здесь еще и Карс, и Санкт-Петербург, и Архивин и так далее, и большой фантаз. Мы понимаем прекрасно, что эта карта выделилась все не так, как сегодня. Сегодня мы видим процесс гомогенизации, который пошел вот с тех самых 20-х годов. И, кстати, при советской власти его делался. Происходила гомогенизация того, что мы называем Арменией, Азербайджаном, Грузией и так далее и тому подобное. А тогда это была чрезполосная карта. Это было абсолютно, вот так сказать, наложение одно на другого. Понятное дело, что получилась борьба всех против всех. Я назвал войны между новыми независимыми государствами за Кавказе, то же самое происходило и в турецком случае. Естественно, все это были максималистские планки. И эти максималистские планки, они приводили к тому, что любая война, она фактически завершалась чем? Этническими чистками и гомогенизацией. Выхода из этого большего нива. И в этих условиях тот же самый большевизм интернационеристским пафосом он воспринимался как некая альтернатива. Да, потом еще раз говорю, вот, начинка, истеки, и дискритирован, но тогда ситуация была иной. Если говорить о гневной политике Ташляков, то нового было опять-таки таких вот, то, что называется, дискалькуляция. Вера определенная, навидная в англичан, например. Потому что, если мы говорим о том, что русские не сделали того, чего, ну давайте тогда говорим о том, что англичане не остановили, например, Свердинского погрома, описано в Агнестоке и Гурии, замечательно. Да? И то, что из мирно стало из мира и прочее, прочее, прочее. И обменов населениями в конечном итоге лозанского мира. То есть, когда западные державы это пропустили. Разве это не так? Да давайте в комплексе на эти вещи смотреть. Кто допустил, кто не допустил, у кого были больше или меньше издержки. Тогда мы получаем картину целиком, а не какие-то выдернутые элементы. Что касается оценки такого сангистского геноцида, ну данного джентльмена, о котором вы сказали нет, поэтому я так-то комментировать в ней и его отсутствия не буду. Это да, да? Ну, извините, тем более. Значит, вы видели, меня записали уже в сексисты и выкнули бы сразу, да? Сказали, что я там, вот, российский, сексисты и так далее. В Армении, слава богу, не выкнули, поэтому приношу извинения у дамы, да? Я какой дискурс знаю, безусловно, он рассматривается так или иначе. Я не считаю, что здесь нужно каким-то образом уравнивать такие вещи, понимаете? Если мы посмотрим на проект российский, на проект советский, то, начиная, еще раз говорю, от Томаняновского и Ливана и кончаясь с автоконтерпом, ну какой-то может быть тогда совместный геноцид и так далее. Некое совпадение ситуативных интересов, да, вполне может быть. Опять же, в условиях того времени. Если говорить о Сталине и его роли, на Кавказе во многом он действовал как фрагматик, очень циничный. Вопрос Карабаха был в значительной степени, если мы эту тему будем продолжать, да, от Московского и Акарского договора и так далее, смотреть на эти вещи. Ведь он в значительной степени был решен в пользу Азербайджана после Дашнагского восстания. Опять-таки, этот факт тоже нужно учитывать. И большевик Сталин реагировал таким, ну а как он был под ногу? Он же был не Дашнаг, он был... Карабаха был в значительной степени, если мы эту тему будем продолжать, да, от Московского к Акарскому договору там и так далее, смотреть на эти вещи. Ведь он в значительной степени был решен в пользу Азербайджана после Дашнагского восстания. Опять-таки, этот факт тоже нужно учитывать. И большевик Сталин реагировал таким, ну а как он мог по-другому? Он же был не Дашнаг, он был большевик. Можно за это его ненавидеть, можно его за это обожать и так далее. Но у него была определенная логика. Кстати, высказывание в правде, вот раз уже Рубен Карлович правду здесь цитировал не раз, тот же Сталин высказывался публично о том, что Карабах это Армения. Но после ситуации с Дашнагским восстанием, ситуация поменялась, тактика поменялась. Сталин очень часто менял тактику для того, чтобы решать свои вопросы. Он был то атеистом, то вдруг вспоминал про православие, но это не делает его каким-то аистовым верующим, как пытаются изобразить. Он решал тактические вопросы, он понимал, что в крестьянской стране, коим был Советский Союз до 1959 года демографически, без религии нельзя. А не потому, что он там что-то в семинарии учился и так далее и тому подобное. Естественно, усилившись фундаментально после 1945 года, ведь что произошло в 1945 году? Советский Союз был, давайте скажем откровенно, до Второй мировой войны государством, в общем-то, маргиналом. С ним не очень считались. Попытки выстроить коллективную систему европейской безопасности с участием Чехословакии и Франции, в общем-то, не увенчались успехом. От советского партнера пытались, как сказать, отгораживаться, и даже мюнхенский позор не остановил этой ситуации. После 1945-го Советский Союз не только пришел в качестве победителя, но победителя, которому рукоплескали западные демократии. Дядюшка Джо был популярнейшим персонажем в Соединенных Штатах. И дядюшку Джо, извините, никто не спрашивал ни в Ялте, ни в Фацдаве, а что там с депортированными народами. Это к вопросу там о стандартах, правах человека и так далее. Когда надо было, дядюшка Джо был вполне хорош. И так далее. Даже в фунтонской речи Черчилль писала о моем боевом друге маршале Сталина. Кстати, к вопросу о качестве холодной войны. Тогдашнего и нынешнего времени. Никто убийцей не называл, вот так, походя лидера другого государства, даже своего оппонента. У Советского Союза впервые появилась ось последователей. И, кстати говоря, если мы говорим о Восточной Европе, да были элементы навязывания, но не только. Элементы собственного, так сказать, просоветского были. Даже в штабах был рост вступления в компартии и так далее. То есть Советский Союз почувствовал большую мощь на международной арене для того, чтобы кое-какие вопросы решить, в том числе и турецкий. Но он не получился. То есть та калькуляция, которая была проведена, она показывала, что вступать в открытую конфронтацию с Соединенными Штатами, обладавшими тогда уникальной ядерной бомбой, испытанной, было трудно. И Советский Союз, кстати, умел отступать. Вот, между прочим, многим людям в Москве это надо бы понимать, потому что у нас иногда воспринимают внешнюю политику, как дворовую драку. Но мне дали по морде, и я сейчас отвечу. Так не бывает, понимаете, в международной политике. Сталин отступал, он ушел из Ирана, он не вмешался в Грецию, посольца Стита, который хотел вмешаться в Грецию и так далее. То есть великая держава, она может отступать, может уходить, может занимать более выгодную позицию, потому что политика искусства возможна. То, чтобы красиво погибнуть, толку мало. Надо побеждать, а не красиво погибать. Вот это очень важная максима, которую нужно, как мне кажется, запомнить везде, и в Армении, и в России. Важно побеждать, а не красиво погибнуть. Красиво погибнуть, да, это замечательно, это войдет в хроники какие-то, но это не даст эффективности. Эффект даст, эффективности не даст. Вот с этой точки зрения, мне кажется, и можно оценивать Сталина. Не пытаться его боготворить, не пытаться его рассматривать, как некую, так сказать, как это у Троцкого была оценка, гениальное ничтожество, да, а рассматривать его, как политика своего времени, которая решала определенные вопросы, не считаясь ценой, не считаясь сентиментами, не считаясь какими-то чувствами, и так далее, и тому подобное. Большими мозгами рисовал, так сказать, полотно. Вот, наверное, такой ответ может быть. Спасибо. Спасибо.